На номер 03 ежедневно поступает 500 звонков от людей, которым требуется экстренная медицинская помощь. Диспетчеру важно правильно записать симптомы больного и решить, какую бригаду отправить на вызов. Каждая машина оснащена навигационной системой, поэтому в онлайн-режиме видно, к какому из экипажей будет ближе добраться до адресата. Служба ЕДДС у нас работает круглосуточно, три диспетчера принимают вызова с Казакамских районов, город Агидель и город Нефтекамск. Все звонки скапливаются здесь, уже отсюда распределяется, к какому посту, в какой бригаде же распределение вызова происходит. Таким образом мы сокращаем очень большое время, то есть доступность увеличивается у нас населению. Реорганизация службы скорой медицинской помощи началась в 2015 году. Тогда территорию Краснокамского района начали обслуживать фельдшеры городского округа. Через год присоединился и Агидель. При этом ни один медицинский работник не остался без работы. Напротив, их заработная плата заметно возросла, говорит главврач. Важным результатом реорганизации стало то, что время прибытия до пациента составляет 20 минут. Вот таким образом выглядит зона обслуживания. То есть самое большое количество бригад это в Нефтекамске. У нас стоит 11, работает 11 машин, которые обслуживают кроме Нефтекамска и Березовку. Мы пункт Березовский, ну как бы, реорганизовали. Зато на территории района в Куяново у нас есть две машины в Агиделе, одна в Амзе и одна в Энергетике. И таким образом мы полностью закрыли весь Краснокамский район обслуживанием скорой помощи. Еще одним плюсом реорганизации службы скорой помощи стало обучение фельдшеров навыкам работы с медицинским оборудованием. Жители трех муниципальных образований при необходимости получают тромболитическую терапию. Это позволяет уменьшить зону поражения начинающегося инфаркта. Также стоит отметить, что в начале 2019 года на 40% обновлен автопарк отделения. При этом новые машины оснащены необходимым оборудованием. Фельдшеры оказывают необходимую медицинскую помощь во время перевозки пациента. Это особенно важно в случаях, когда дорога каждая минута. Татьяна Кокорина, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».